Это Николай, профессиональный заводчик змей. Коллекции его домашних питомцев насчитывает почти 80 особей. Один из них – Иван, спокойный и добродушный императорский удав. Совсем не ядовитый, любимец и гордость Николая. Их дружба длится уже около 10 лет. Они в принципе в большинстве своем очень адекватные звери. У них свое помещение, своя комната, световой режим. Содержать одну-две змеи дома, то никаких не возникает, но особых условий, как бы там достаточно все просто. Да, то есть в плане ухода не требуют каждодневного прикладывания рук, там как кошка, собака, как те же попугайчики волнистые. В наших краях императорского удава не встретишь, а вот наткнуться на юркого ужа или даже проворную гадюку вполне возможно, считают серпентологи, специалисты по змеям. В города гады могут заползти в поисках пропитания, но чаще все же спасаясь от жары. Ужей у нас достаточно много возле Барнаула, потому что уж – это обитатель именно около воды встречается, дебывает себе пищу либо на воде, либо около воды, то есть рыбой питается, лягушками часто, да, то есть он у воды живет, в принципе, уж – это его место обитания. А вот аттракционы, где-то здания, там уже укрывались, они, возможно, от жары, там от хищников. Выходит, изменения климата и повышения температуры все же влияют на популяцию и места обитания присмыкающихся. Правда, пока ученые осторожничают с такими выводами. Но в то же время и не скрывают, что этим летом своим поведением удивляют и многие дикие животные. Медведей встречали в Косихинском районе и всего в 30 километрах от Барнаула на Правдинском водохранилище. А лоси так вообще стали завсегдатыми гостями краевой столицы. Дело в том, что мы сейчас же очень активно вторгаемся в среду обитания этих животных. И поэтому, конечно, они чувствуют беспокойство со стороны человека, все возрастающее. Ввиду большой конкуренции за пищу, надо молодняк сразу же расселять, отселять, выгонять. И поэтому они начинают вот эти свои походы. Если вам довелось встретиться с шипящим представителем фауны, а всего их в крае обитает пять видов, важно сохранять спокойствие. Просто пройти мимо. Просто не трогать ее, не преследовать, не пытаться ее поймать, не пытаться на нее наступить. Она первая на вас не бросится, никакого опасности. Она попытается скрыться для начала. Если ей уже скрыться не удастся, вы ее в угол загнали или преследуете, ловите ее, тогда она уже начнет защищаться, борояться, сворачиваться кольцом, трясти хвостом. Отличить ядовитых от обычных змей, говорят специалисты, несложно. Характерный признак – зрачки. У первых они вертикальные, у не ядовитых круглые. Но вот успей, рассмотри их форму при встрече с гадом. Поэтому пригодятся знания о местах обитания змей. Щитомордник живет в предгорьях и прячется между камней. А вот обыкновенная гадюка любит влажные леса. Но ближе всего к людям живут безобидные ужи и полозы. Такого нашествия нету. Они как бы стараются не конфликтовать с людьми сами змеи. Мария Мацаева, Вадим Быстрецкий. День с толком. Ростовложения поступают.